Добрый день! Продвигаемся дальше. На прошлых занятиях мы с вами рассматривали упражнения для шейного отдела позвонка, также для кисти и рук, для шейного поворота головой, лево-вправо и так далее. И для суставов рук, вращение вперед и вращение под себя, назад. Дальше, сегодня, в сегодняшнем видео, мы рассмотрим упражнения для грудной части тела. Исходное положение. Дальше, ноги на ширине плеч, тело расслаблено, плавно поднимаем руки до плеч. Чтобы кисти, руки, руки были расслаблены, для этого надо чуть-чуть согнуть в локтях. Локти согнуты. Это исходное положение. Медленно перемещаем руки вперед. При этом тело идет за руками. И возвращаемся в исходное положение. При перемещении рук вперед, грудная клетка сжимается, а область между лопаток разжимается. Грудная клетка сжимается. Обратим внимание на эти части. При перемещении вперед, эта часть у нас разжимается, расслабляется. И соответственно, когда руки возвращаются в исходное положение, грудная клетка у нас расширяется, а задняя часть у нас сжимается. Данное движение делаем восемь раз. При этом концентрация идет на ладони рук. Пробуем, тренируемся. Руки расслаблены, тело расслаблено. При выполнении последнего, восьмого раза, плавно поворачиваем руки вверх, ладонями вверх. И перемещаем руки вперед. Плавно касаемся мизинцами в этот раз. Возвращаемся в исходное положение. Вторую часть упражнения также выполняем по восемь раз. После выполнения последнего раза, плавно поворачиваем ладони вниз. И опускаем руки вниз. В следующем видео мы выполним вместе полный комплекс упражнений. Все восемь раз вперед и восемь раз с ладонями вверх. Также разберем значение и смысл данного упражнения. На физическом плане, на энергетическом и на информационном. Всего доброго. До следующего видео. Пока.